День за днём Хулиганская выходка или попытка проникновения Сводка криминальной обстановки в городе Возбуждено уголовное дело По признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, грабеж Украл кошелёк, сел на пять лет А сейчас об этих и других событиях подробнее Более 70 тысяч заявлений поступило от Смолян в отделение ГИБДД с начала года В этом году количество выданных водительских удостоверений увеличилось Причём 80% заявлений было подано через единый портал госуслуг Для предоставления услуги в отдалённых населённых пунктах работал передвижной регистрационно-экзаменационный пункт С начала года он уже совершил 15 выездов С 3 августа был установлен размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения Нового образца – 3 тысячи рублей И регистрацию транспортного средства – полторы тысячи рублей 14 августа глава города Андрей Шубин провёл еженедельное плановое совещание На нём руководители комитетов и муниципальных предприятий подвели итоги работы за прошедшую неделю В первом и третьем микрорайонах проходят гидравлические испытания с последующим ремонтом на теплосетях Руководитель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королёва Пригласила детей от 7 до 14 лет принять участие в детском походе на территории скалодрома Справки по телефону 3-25-04 Инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне 14 августа в администрации состоялось заседание административной комиссии Сколько рассмотрено протоколов и вынесено штрафов, мы расскажем в нашем сюжете В этот день комиссия рассмотрела 6 протоколов Все они относились к 27-й статье областного закона нарушения тишины в ночное время Статья 27 областного закона об административной праве нарушения тишины и спокойствия граждан В ночное время с 22 до 6 часов утра в местах последнего поживания и временного пребывания Влечет наложение административного штрафа в размере 1 до 3 тысяч рублей В процессе заседания административной комиссии по трём протоколам с возмутителями спокойствия Побеседовали и вынесли предупреждение По двум протоколам вынесено наказание в виде штрафа на сумму 3 тысячи рублей Одному из нарушителей придется заплатить за беспокойство соседей в ночное время 2 тысячи рублей Уважаемые жители и гости города, просим не совершать административных правонарушений, так как штрафы за это немаленькие В России могут обязать молодоженов перед свадьбой заключать брачные контракты По разным оценкам, до 70% браков в России заканчиваются разводом и разделом имущества При этом надо решить, с кем останутся дети и как будет осуществляться опека Каждый год количество пар в России, заключающих брачные соглашения, увеличивается в полтора раза За прошедший год россияне заключили 90 тысяч таких договоров Кроме того, в России могут ввести поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругами Бизнес будет переходить к тому, кто им занимался, а второй партнер будет получать компенсацию Предполагается также дать возможность судьям менять условия брачного договора, если таковой покажется им несправедливым Утро 14 августа для работников кафе-сервис началось с неприятностей и испорченного настроения Что же случилось за прошедшую ночь, мы расскажем в нашем сюжете Игровые площадки около Дворца молодежи многолюдны в любое время года Здесь любят гулять целыми семьями с детьми, бабушки с внуками, подростки на роликах В парковой зоне уютно расположилось маленькое кафе, где можно попить чай со вкусной выпечкой И угостить ребенка коктейлем с десертом Десногорцы отмечают, что такое место для небольшого семейного отдыха было просто необходимо Рядом с детскими горками Утром 14 августа работники кафе прямо у дверей обнаружили следы непрошенных гостей Сегодня утром, придя на работу, сотрудники предприятия обнаружили следы порчи входной группы Это рульставни на входе в кафе-сервис И частично были затронуты рульставни боковой части кафе, которые закрывают окна Но, по всей видимости, это произошло ночью, потому как, скорее всего, может быть, спугнули злоумышленников Потому что они не были пойманы вовремя Ну и, скорее всего, это была попытка проникновения в кафе для, ну, возможно, для совершения каких-то противоправных действий Соответственно, нами было в МВД города Десногорска направлено заявление Вот мы обратились за помощью, вот сотрудники приезжали Ну, соответственно, процессуальные какие-то действия уже выполняли Ну, ждем, конечно, результатов этого расследования И надеемся на то, чтобы все-таки жители также внимание обращали на таких вот вандалов Которые проходят, портят не только нашу собственность, но и в целом по городу Сейчас на площадке перед кафе идут работы по благоустройству и реконструкции парковой зоны В скором времени запущенная часть рощи превратится в уютный уголок для отдыха А задача жителей нашего города – сохранить его в достойном виде Виктор Цой – вечно молодой герой рок-н-ролла, ушедший на пике славы Его песни с годами не теряют популярности, а его сценический образ стал классикой Со дня гибели легендарного музыканта и актера прошло уже 28 лет Лидер группы кино погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года За это время в стране сменился политический строй, поколение, которое тогда хрипело Мы ждем перемен, группа крови и звезда по имени Солнце В каждом дворе сегодня воспитывает новое поколение Песни кино живут и по сей день, и сам Цой живет в них Он будто бы стал героем во времени и вне времени На его счету более 300 песен и немало ролей кино Во всех странах бывшего СССР сегодня проходят десятки мемориальных мероприятий в память о дне смерти музыканта О криминальной обстановке в городе за минувшую неделю расскажет подполковник полиции Сергей Чулков В течение прошедшей недели на территории города Десногорска Зарегистрировано 121 заявление и сообщение Раскрыто два преступления Составлено 106 административных протоколов В том числе 83 за нарушение правил дорожного движения Из которых 3 за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения Преступление террористической направленности не допущено и не выявлено Украл кошелек, сел на 5 лет В Рославле сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже Подробности далее В полицию Рославля с заявлением о грабеже обратилась местная жительница Потерпевшая рассказала, что злоумышленник был наглядно ей знаком и она сама впустила незваного гостя в дом Мирная беседа между ними переросла в конфликт Он начал угрожать, а затем, увидев кошелек, схватил его и убежал Сотрудники уголовного розыска в течение получаса установили личность злоумышленника Им оказался 42-летний неоднократно судимый житель Рославля При нем оперативники обнаружили похищенный кошелек и часть денежных средств, которые он не успел потратить В отношении подозреваемого следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Росовский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи Уголовного кодекса РФ «Грабеж» Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет В настоящее время подозреваемый заключен под стражу В Смоленске завершился чемпионат России по вольной борьбе среди женщин Всего в турнире приняли участие более 120 спортсменок практически из всех регионов страны Вольная борьба популярна в России Наши спортсмены часто занимают на мировых турнирах призовые места Участницы с лучшими спортивными результатами представят нашу страну на чемпионате мира, который пройдет в октябре в Бенгрии И коротко о погоде 16 августа будет пасмурно, дождь, днем плюс 26, ночью плюс 17 На сегодня это вся информация Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.defis.tv.ru С вами была Алина Сазонтова, оставайтесь с нами С вами была Алина Сазонтова, оставайтесь с нами